Всем привет! Это Аруна Ким и это K-pop Weekly News. Поехали! Кай и Кристалл были пойманы на свидании в кафе Escape the Room. Я так поняла, что это что-то наподобие квеста. Так вот, один из сотрудников сфотографировал, как Кай и Кристалл, точнее, кто-то очень сильно похожий на них, был в этом кафе. И, конечно же, фанаты очень негативно отреагировали, сказали, какое право имел этот сотрудник фотографировать, это ведь их личная жизнь. И вообще, что за фигня? Все мы знаем, что они встречаются, ну типа, ну и что? Вот такие вот новости. 2PM возвращаются в сентябре. Как известно, они уже выбрали заглавный трек и в данный момент снимают клип где-то недалеко от Сеула. Поэтому все с нетерпением ждем. Ну и также, конечно, 2PM празднует свое восьмилетие. Восемь лет тому назад вышел их дебютный клип, который называется 10 out of 10, то есть 10 из 10. И с тех пор 2PM не разлей вода, они всегда вместе, поддерживают друг друга и мы надеемся, что они будут еще очень долго нас радовать. Поэтому чук каэ. Многие фанаты хайят ежегодную спортивную игру, которая называется Idol Star Athletics Championship. Каждый год звезды, айдолы получают различные травмы из-за этого шоу, программы, игры, что это вообще, не пойму. И в этот раз Джин из BTS получил, грубо говоря, по носу. А все, так сказать, из-за Дон Джуна и Зия. Так вот, Дон Джун запульнул мяч и он полетел прям Джину в нос и у того прям конкретно, короче, много крови было. И он сейчас приходит в себя. Но, как заявил сам Джин, он в порядке и не стоит переживать. Но не только Джин получил травму. Лео из VIX тоже получил, говорят, по носу. И, походу, он так сильно получил по носу, что он просто-напросто в данный момент не появляется. И вообще сказали, что на эту неделю группа VIX нигде не будет выступать. Они решили взять перед их, чтобы Лео смог оправиться. И говорят, у него там синяк. Вот. Ну, а Дон Джун, конечно, извинялся перед Джином. Сказал, извини, но фанаты его не винят. И Джин тоже, потому что это ведь было нечаянно. Это была игра. Так просто попала. Поэтому, надеемся, ребята поскорее выздоровеют. И вот вы, например, вы против этого шоу программы игры «Что это?». Лично для меня это прикольно. Я уже привыкла, что всегда айдол, стар, атлетик, чемпиончик, господи, название длинное все время проходит. Поэтому, как бы, меня это прикалывает о вас. Хоум представили мюзик-видео на песню «Дилемма», которую, скажем так, соавтором данной композиции стал рэп-монстр из «Бантанов». Короче говоря, круто. Рэп-мон вообще крутой чувак. Кэ из «Лавлэс» и Мён До представили кавер на песню «Фристайл Бай». Шиван из группы «Зия» утвержден на главную роль в новом фильме под названием «Худламс». Ну, по крайней мере, это пока рабочее название. Он будет играть парня по имени Хён Су, который попадает в тюрьму и после того, как он выходит, пытается стать главой банды, так сказать. Думаю, ему эта роль очень хорошо подойдет. Ждем с нетерпением, когда же будет премьера. Стало известно, что IOI готовится к камбэку в октябре. Вы скажете, ну ведь недавно был камбэк с песней «What a Man». Но нет, это ведь была подгруппа, а теперь все 11 участниц собираются вернуться. И неизвестно, будет ли это мини-альбом или полноформатный альбом. Но в любом случае ждем. Хогах и группа Plan A Boys представили мюзик-видео на песню «Begin Again». Ну а Ян Даиль и Хью Рин представили мюзик-видео на песню «And Then». Вы, наверное, все уже видели три новые серии «Дорамы Алые Сердца Курё». Точнее, вообще-то, к выходу данного выпуска вы, наверное, уже еще одну увидите. Короче, Ай Ю и Бэк Хён попали прям под шквал критики. Просто вообще все говорят, что за какашка, они не умеют играть, вообще позорище. Но, несмотря на это, глава канала SBS встал на защиту Ай Ю. Заметьте, почему-то только на защиту Ай Ю. Он сказал, что они хорошо все взвесили, прежде чем выбрать ее. И когда они выбрали ее, то есть они заметили, что ее роль улучшилась. То есть с тех пор, как она вообще играет в разных драмах, да, то есть с каждым разом она улучшается. Поэтому не надо ее критиковать и ждите, наоборот, лучшего от нее. И он говорит, так как из-за того, что она айдол, слишком многого от нее ожидают. То есть как бы из-за того, что она айдол, все думают, что она будет прям лучше актеров играть. Но она ведь не актер, то есть не актриса. Вот, поэтому он сказал, имейте терпение и уважайте чужой труд. Ну а Бэк Хён, Бэк Хён новичок, ну что сказать. Честно говоря, это было, вот что смотришь какую-нибудь программу с Экзо, да, вот Бэк Хён был точно такой же. К сожалению, это так. Ну и, конечно же, не обошлось без обсуждения того, что, оказывается, на роль Хэ Су, ну вот, кого играет Ай Ю, да, в этом Валых Сердцах, претендовали две актрисы. То есть, Кан Сора и Хван Джон Им. Представляете? Не знаю, лично Ай Ю мне понравилась в этой роли. Не знаю, насколько она хорошо играет, плохо играет, но мне понравилась. Мне кажется, ей эта роль подходит. Я не представляю, как бы там играла Кан Сора или Хван Джон Им. Но в любом случае, круто, что выбрали Ай Ю. Там ведь все-таки не дураки сидят на канале. После съемок в Дораме Давай Сразимся, Ким Су Хён сказал, что хочет встречаться. Она сказала, я поняла, что у меня нет никакого вообще опыта. Потому что там была сцена в Дораме, да, где они с Текеном шли за ручку и должны были якобы попрощаться. И она говорит, я понимаю, что я хочу резко вырвать свою руку и убрать ее. Но Текен ее сжимал и не отпускал. И только после того, как мне режиссер сделал замечание, я поняла, что я должна была... То есть, когда ты любишь, когда у тебя есть опыт в отношениях, то ты знаешь, как передавать эти чувства. То ты не хочешь отпускать этого человека. А я хотела вырвать, и поэтому я поняла, что мне нужен опыт в отношениях, чтобы я смогла в будущем играть такие отношения. И плюс ко всему, она пожаловалась, что изначально ей сказали, что в этой Дораме не будет поцелуев. Ну, максимум один, ну ладно, два. Но было четыре поцелуя, для меня это много. Короче говоря, она в шоке. Но хорошо, что у них с Текеном, скажем так, была хорошая химия. И они почти все время с первого дубля снимали подобную сцену. Она говорит, только один раз был косяк, потому что, говорит, я не сдержалась и засмеялась. Вот. Появились странные слухи, что якобы актриса Ю Инну, та, что из Уэджи Интертеймент, что якобы ее вытурили из китайской Дорамы, а все из-за того, что вот этот конфликт между Китаем и Кореей из-за вот этой ракеты, да? Точнее, этой противоракетной установки. Так вот, Уэджи Интертеймент сказали, что проблемы какие-то у китайской стороны, но они это еще решают, и это еще не точно. Но вовсю, конечно, китайские СМИ мусолят то, что уже подобрали другую актрису, китайскую, точнее, тайваньскую. Вам, наверное, очень сильно нравится драма «Лунный свет, влекомый облаками», где снимается Пак Бугом. Так вот, актриса, которая играет его мачеху, которого, по-другому, там, несколько лет старше. Короче говоря, актриса Хасу Йон сказала, что, ну, просто не может ненавидеть Пак Бугом. Она говорит, он настолько, говорит, добрый, вежливый, воспитанный, то есть, все время, говорит, он такой, говорит, и у него это на лице написано, говорит, и от него идут эти флюиды доброты. И она говорит, что я просто не могу, мне тяжело, говорит, играть, как бы, противоположную роль, против него идти и все такое. Но она говорит, но каждый раз, когда мы начинаем съемки, я говорю, не забудь, ты его ненавидишь. Постоянно, говорит, само себе это повторяю, чтобы не забыть. Так что, видите, какой Пак Бугом весельчак и добряк. Ура! Съемки Дорамы Гоблин начались 2 сентября, наконец-таки. И все мы ждем, что же там будет. Ведь там столько народу интересно снимается. Гон Ю Кин Го Уин из сыровой мышеловки, поэтому все ждите, когда же выйдет Гоблин. Вы, наверное, все помните Дораму, которую называлась Splash Splash Love, то есть, брызги любви или что-то в таком духе, где снимался Ду Джун из Beast и актриса Ким Сильги. Так вот, в одной из сцен, где Ду Джун должен был поцеловать лежащую Ким Сильги, оказывается, Ким Сильги уснула. Она говорит, я три дня не спала, у меня были съемки один за другим, просто подряд. И я уснула с открытыми глазами. И когда ее спросили, а как же съемочная команда узнала, что вы спите? Она говорит, просто я должна была там после его поцелу, должна была что-то сказать, но я ничего не сказала, потому что я дрыхла. И она очень сильно извинялась, говорит, мне так стыдно, наверное, Ду Джуну было некомфортно и не по себе от того, что он тут, понимаете ли, целует, а я тут сплю. Поэтому, вот, печально. Милая просьба Джихио из Блокби просто свела с ума его фанатов. Короче говоря, он у себя в сети выложил и сказал, что кто умеет вкусно готовить кимчи или кто знает, кто на дому делает вкусную кимчи, скажите, я у вас куплю ее. Конечно, фанаты подумали, как-то странно, кимчи, и он сказал, напишите мне в инстаграме, то есть в директе, я вам отвечу, и если на то пошел, то есть я на вас подпишусь, там вам лайк поставлю, все такое, короче говоря. Найдите мне, кто делает вкусную кимчи, мы, говорит, сами дома сделаем, точнее с ребятами, и получилась полная какашка, это не пойдет, а нам надо в еду добавить, пожалуйста, помогите. Ну и, конечно, фанат начали говорить, ты же можешь заказать в ресторане, а он говорит, так нам нужна, говорит, домашняя кимчи, говорит, они магазинные или там ресторанные. Он говорит, ну ты же можешь попросить свою маму приготовить, а он говорит, моя мама не так хороша в этом. Он говорит, ну а почему ты не попросишь маму, говорит, ну других мемберов? Он говорит, я не могу, говорит, платить мамам других мемберов, для того, чтобы они сделали мне кимчи, как бы это неправильно. Короче, не знаю, нашел там кимчи или нет, но это было очень мило, и это будоражило всех фанатов, то, что он так легко общался и переписывался с ними. Мамаму, а точнее подгруппа Мамаму выпустили мюзик-вирио с выступлением песни Angel. Насладитесь. Как вы, наверное, знаете, целую неделю конца августа вся компания Sam Entertainment отдыхала на Гавайях и весело проводила время, судя по фотографиям парней из EXO и всех остальных. Так вот, была просто вообще какая-то странная вещь. Как известно, Sam Entertainment организовали игры, то есть, чтобы они не просто там валялись на пляжу и там и все такое, а чтобы они как бы развлекались. И оказалось, что Бэк Хён и Тэй Йон оказались в одной команде. И чья это злая шутка? Почему? Неужели человек, который распределял, не знал, что они ex-boyfriend и girlfriend? Как так получилось? Ну и, конечно же, фанаты решили, что, скорее всего, они, возможно, воссоединятся. Или, скорее всего, они давно воссоединились и просто нам всем пудрят мозги. Короче, не знаю, что вы по этому поводу думаете. Мне кажется, там что-то неладно. Возможно, они втихаря встречаются. Может быть, они просто не хотели афишировать и из-за этого сказать, что они расстались. А, возможно, они действительно расставались, а сейчас снова встречаются. Короче, не знаю, прям взрыв мозга. Агентство A-Pink готовит свой первый boys band. И они не просто так готовят. Короче говоря, это агентство не обошло стороной вот этой болезни реалити-шоу с айдолами. Одним словом сказать, они организовали шоу, которое называется Me and Seven Men, где будут отбирать парней или отобрали уже парней. Короче, и будут показывать, как они становятся крутыми айдолами и в итоге станут, короче, крутой группой. Поэтому все с нетерпением ждите. YG Entertainment подтвердились, что старенькая группа Satch Kiss, если кто-то ее слушал. И, кстати, я ни разу их песни не слушала, хотя про эту группу слышала. Так вот, они возвращаются спустя 16 лет. И их заглавную песню написал никто иной, как Табло. Ху, какое у него имя. Поэтому все ждем. Ну а группа 24K представили танцевальную версию клипа Still 24. Помните, на продюсер 101 была Ким Джуна или Джуна? Почему я все время парюсь, как произносить корейские имена? Джуна или Джуна? Пусть будет Джуна, мне так удобнее. Помните, она была пухленькая, теперь она похудела. И теперь она собирается сольно дебютировать. Да, ее агентство сказало, что вот уже IOI дебютировали, IBI, DIA, короче говоря, дебютировали. Она будет единственной, кто дебютирует сольно. Поэтому все с нетерпением ждем. И если вы помните, она с сестремка Ким Сухен, того самого актера Ким Сухен, который снимался в дараме «Человек со звезды». Поэтому все ждем. Наконец-таки стала известна дата, когда выйдет дарама «Хворанг», которую все ждут. Мне кажется, «Хворанг» это чем-то будет похоже на «Алые сердца» Корео. То есть там толпа парней, тоже древний исторический фильм. Куча, короче, мальчиков-красавчиков. Все будут пищать, рыдать. И как раз «Алые сердца» к тому времени закончится. И тут и 19 декабря, короче говоря, ждите «Хворанг». Джексон из «Гадс Севен» попал в аварию из-за «Сосен фанатки». Короче говоря, они вылетали, должны были вылететь из Китая в Японию. Ну, то есть для своих там выступлений. Ну и, конечно же, из «Сосен фанатки». Я не знаю деталей, как там, что произошло. Но знаю, что виноваты «Сосен фанаты», которые то ли перекрыли дорогу, то ли пытались обогнать машину, в которой ехал Джексон. И Джексон попал в аварию. И так как у него был самолет, его быстро осмотрели, и он просто-напросто сел в самолет. То есть и в этом состоянии, после аварии, полетел в Японию. Ну и, конечно, его агентство сообщило, что по прилету в Японию его отправили в больницу. И судя по фотографиям, хотя Джей Вапи еще не делал никаких заключений, как бы ничто не говорили, да, но судя по фотографиям, у него говорят «повреждено бедро». Ё-моё, вы тупые «Сосен фанатки», чё, идиотки, нет, ну такие больные. Вы не фанаты, вас вообще с позор надать фанатами. Вы убийцы какие-то, вы дуры. У меня прям возмущение, просто когда я узнала, что из-за «Сосен фанатов» попал в аварию, это капец какой-то. Идиотки. Появились новости, что Сойон из Тиара и Вэйббордист, или как там называется, короче говоря, Шота Тедзука, короче, они вдвоем, говорят, встречаются. И эти слухи появились после того, как стало известно, что Сойон рассталась со своим парнем, с которым встречалась 6 лет. То есть в тот же день появились новости о том, что она с этим японцем встречается. Ну и, конечно же, ее агентство долгое время молчало, сказали, что нет, мы сначала узнаем все у Сойон, и потом сделаем официальное заявление. Так вот, они узнали. Оказывается, что Сойон и Шота уже 3 года знакомы, общаются, и вот они потихоньку сейчас переходят на стадию отношений, то есть должны поближе друг друга узнать. Я не знаю, так странно, конечно, написано, они сейчас на стадии узнавания друг друга поближе, вот типа такого, как-то странно, что они там делают. Но порадуемся за них, главное, чтобы они были счастливы. Фан-митинг Биг Бен в Тайване отменили, а все из-за того, что это выпало на ту дату, когда идет часок, и говорят, тайваньские дети должны там, короче, что-то посещать, какие-то определенные мероприятия, и родители сказали, что им из-за этого, то есть Биг Бена придется отпрашиваться, бла-бла-бла, и так не пойдет, короче, отменяйте, иначе, то есть, ваши фанаты просто-напросто не придут, и мы детей не пустим. И у Ай-Джи сказали, что еще ничего не подтверждено, то есть они пока пытаются уточнить и как-то скоординироваться, но уже появились такие новости, что якобы все отменили. Все начали переживать за Чанёля, потому что после возвращения из Гавайев у него был болезненный вид, то есть действительно он там хмурился, щурился, прям по лицу было видно, что ему больно, и его рука была как-то подозрительно загипсована, или что это, я не знаю, что это за штучка, короче, бандаж какой-то на руке. Видимо, он повредил руку, но учитывая их фотографии, что они там вытворяли, я так поняла, катались, веселились, было весело, поэтому неудивительно, что он повредил руку, но надеюсь, что он поскорее выздоровеет. Джей Пак, по-моему, каждую неделю у нас бомбит своими клипами, короче, очередной клип от Джей Пака называется Аквамен, посмотрите. Несмотря на то, что летом певец Севен выпустил песню и клип I'm Good, говорят, что это просто был, скажем так, один сингл, который они выпустили, но теперь он готовится к камбэку, вроде бы камбэка планируется на октябрь, поэтому все ждем. Группа DIA и IOI и также Чон Че Йон, та, что была в продюсер-101, выпустили мюзик-видео на песню Flower, Winds and You. 2 сентября стало известно, что отец Дону из Infinite умер, и Дону узнал об этом во время своего выступления в Японии, это очень печально, и после этого он пропустил несколько концертов в Японии, и вообще говорят, что, скорее всего, он не будет некоторое время появляться, потому что, ну, не считая похорон и все такое, как бы, ему нужно оправиться, мне кажется, это очень тяжело, это вообще печаль, я даже не представляю, что он чувствует, поэтому давайте поддержим Дону. Как вы знаете, наверное, у Чон Гука был день рождения недавно, ну, у Чон Гука из BTS, так вот, их агентство выложило какое-то подозрительное видео, что намекает на то, что якобы, возможно, у Бонтана скоро будет камбэк, потому что ведь он должен был быть в сентябре, а сентябрь же настал. Короче, на видео Чон Гук, и там Рэп Монт читает, короче, очень подозрительно, странно, что это, вообще не знаю, но все ждут, все надеют, что это камбэк, и я надеюсь, да я и думаю, что это камбэк. Ну что ж, на этом все, это были последние новости, местами печальные, местами веселые, местами приятные, я надеюсь, что вам все понравилось, и вы поставите палец вверх, лайк-лайк, и, конечно же, подпишитесь, поделитесь этим видео, пусть все ваши друзья, все, кто любят кей-поп и вообще Корею, Дорамы, пусть смотрят, насладятся и просвещаются, короче, будьте в тренде, всегда знайте, что происходит в мире кей-поп, если вы кей-попер, либо Дорамщик, вот. Я вас всех очень сильно люблю, не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой ютуб-канал, в группу Софтбокс, и всем пока! Аня, аня, аня! Субтитры сделал DimaTorzok